застыла колонка сегодня 2 января марта февраля и володя сам решил к никак не едет это кто разогревается вот володя пришел и принес чайник и принес бумагу же чтобы разогреть это надо внизу застыла внизу володя более низкой вот там вон там видно где игорь стоит добуну на машине ну вот эта температура небольшая сегодня 20 с чем-то градусов 25 всего мороза вот он бумаги набрал чтобы жечь ну давай разжигая посмотрю государство не хочет что-то делать почему непонятно видно многих местах застыла до нас очередь не доходится не потому что они хотят чтобы мы жили без воды нет конечно руки замерзли я тут перебираюсь вот мы здесь находимся ползунова улице вот рядом собака это 4 номер коробка не хватит и раза распуши и сначала там кончика чтобы она по одной было полоте там вся куча идет она не разожжется что воздух попадал по одному листику другой стороны вот так распуши как кислорода было везде полно это разжигает скрутили вот так мы тут живем обычно скажешь позвонишь и как-то у меня с телефоном что-то неладно вернулся и главное первый номер набрать не могу мне звонят нормально на телефона у меня интернет никто не подсказывает что же сделать то нужно вот он валове делаю где-то пошло дело вот как у нас здесь сибири живут это здорово такое разнообразие это володя пащенко тут все ходить далеко решили дальше вот и где меня судили суд был там сейчас музей искусство это вот вот это вот здание рядом а вот за этим зданием это какая-то там он там видать там это за между ветвями это краевой суд а теперь музей истории искусства и литературу там или что такое дело у нас есть электрический фен но нету это проводов длинных я бы отогрелся у нас фен есть электрический строитель но как вам подействует я еще и не понял мы уже звонили вот эта соседка вот получилось так что муж пришел и говорит а я этого кто нас поселился рядом я я его знаю он соседней камере был у нас ой говорит его слушали то вот так за очень да слушали вот я считаю как сейчас заключению грозовского там приговорили 14 годам заросление или что-то посягательство сексуальное глупости всякие на него там считают так ни почему не подходит а может господь освободить пораньше но дело в том что 14 лет строгого и те которые претензии имеет там девчонки все больные там онкологи щек они уже все больные больные это все пишут и он об этом говорит последнем слове это событие огня за 1 февраля а поехали братья давай поехали за водой нет если домой они поехали ну к ним плохо очень относятся там по ходу дела ничего не делать ну жги и жги я то был другое дело у меня статья 190 прим рсфср уголовного кодекса была статья это распространение заведомо ложных измышлений порочащих общественный государственный строй ко мне особо уважительное отношение было преступников начальство все же видели какой строй ты и почтение оказывали защиту создавали в ней ну не то что там заключенные там они заключенные три человека на одну койку по очереди спят и сразу мне давали две койки одному чтобы рядом никто не курил уважение человек против власти не побоялся восстать за правду за но люди понимали это и действительно это так было как написал местный журналист один говорит благодаря таким как лапкин подтачивались устои тоталитарного режима о как высоко оценили а у него этого не ему это не светит даже заключенные если действительно он педофил а там не не докажешь что я не виноват меня посадили а тут все не виноваты там такой ответ есть там его будут гнобить и сделает папа-мама и насиловать будет и это ужасно просто мы молимся о нем чтобы господь сохранил отца глеба вот так ну все осталось так вот если бы сказали разрешили там все прокомментировать как он говорил его слова несут решение суда я не оспариваю ничего господь знает мы молились и бог это допустил ему для чего-то это нужен может в другом где-то что-то и он его любит господь ему показал смотри руки володенька не вожги ну и что ну вот и все без воли божьей ничего не делается воля божья мы молились и верим что так и надо то есть так вот как господь дал ну не я же это на крыше 14 лет за убийство больше 7 это нигде не дают как пожизненного не дали только когда еще в строгом это вообще смотри прокладку это не зажги ну смотри тебя арестует сразу вот и отца глеба конечно жалко ему идти туда там и мы благовествовать никто не даст и было ли у него это конечно раньше срока рукоположен неправильно до этих лет солнышко восходит там и барнауле находимся солнца только восходит вчера луна огромная огромная тут сходила с этой же стороны где солнце вот так вода достается и это не со зла просто мороз раньше делали такие как будки из кирпича там женщина сидела подходишь она откроет тебе и ну и все но это платить надо еще байса беднеет если будут платить то что тут говорить о добромой еще тут лишнего яхту не построить ну вот теперь везде по всему городу ездят и вот они застывшие внизу володя внизу и это не балуйся все за туши ты что хотел что мог кто сделал больше тебе не по силам не дано вот они где-то главное твое орудие они приезжают в бочке провода натягивает электричество работает начинается прогрев а сейчас еще ты сделаешь это вот мы где находимся я не передвигаю не приближая ничего потому что у меня руки замерзли я очень мерзну вот так все какая красивая вода вот здесь вот бухта заезжают корабли ну небольшие корабли тогда барша большие окруженные а дальше туда за этим нам дальше видать деревья то там вот течет сюда вниз влево вот где мы находимся объявление развешивают там суду дают большую под материнский капитал о как еще не родился ребенок уже под материнский капитал уже там кто кто не работает охота свои банки создавать ну кто это делается но это их дело мы быстро зачем не влезете должны делается рабом взаимодавцы поэтому все рабы я был в америке мне сказали америка в долгах общий долг достигает там астрономической цифры триллионы долларов триллионы а что нужно а вот что нужно вчера умер самый был один десятку богатейших людей планеты какой-то там в девяносто первом году датчанин или кто у него там мебельное все было продавал тут мебель самый не востребован он сумел 190 тысяч людей заняты у него на производстве я стал своим говорить никите вот смотри как он жил экономно говорят это качество можно взять нет он масон то другое за счетскаренный был он говорит меня обзывают таким но это нет лучше чем расточителем трех звездочных отелей был самую скромную пищу ел одеты ни одного швейцара буквально нету магазины где-то на втором этаже там делал на магазинах там свои продажи что все было экономное остались три кажется сына у него заведует этой фирмой 190 тысяч работает это что-то стоит вот и все